Бургер Кинг доставляет Гауду Блю Чиз Пармезан Сырный соус И 100% мраморную говядину Заказывай Ангус 4 сыра с кэшбэком В приложении Бургер Кинг Алло, ну я вот уже подхожу, все в силе? Да-да-да, конечно, все будет в лучшем виде Просто уточнить, все как в объявлении, да? Джакузи, панорамные окна, личный консьерж? Брат, будет даже мини-бар Ну, хорошо, я уже подхожу Брат, заходи, располагайся, брат Вот это все для тебя, мой хороший Все, все кайфуй, все для тебя Что это такое? Это вообще не то, что было в объявлении Ну, слушай, чуть-чуть обманули, но мини-бар подвезут И такие хоромы всего лишь для четверых человек Так что вообще нормально Для четверых? Конечно, конечно Кто здесь еще будет жить? Ну, проходите, пацаны Аккуратнее, чуть-чуть можно ждать Отличное место для тренировок есть Да, вообще супер Я тут буду практиковаться с 9 утра до 10 вечера Чтобы не оказаться в такой ситуации Пользуйся новым онлайн-сервисом бронирования отелей в России Check-in Check-in – это простой и понятный интерфейс Служба поддержки, которой можно задать любой вопрос по бронированию А еще Мне лично очень понравилось то, что с каждым отелем Размещенным в этом сервисе заключается официальный договор И некоторые отели даже проходят тщательную проверку от экспертов сервиса На соответствие заявленным услугам Отели, которые прошли проверку, получают знак качества Проверено – check-in И, конечно, у сервиса есть своя программа лояльности С помощью которой можно зарабатывать бонусы и тратить их на оплату номера Переходите по ссылке в описании Выбирайте подходящий вариант и путешествуйте с check-in Это невынесимо все Но есть один нюанс – маленький 12 тысяч долларов передоплата И все твое, брат Кайфуй вообще Не хочу вас расстраивать Но я нашел себе классный вариант в check-in Так что счастливо вам тут оставаться Ара, ты тоже успокойся Или хватит Хватит! Я так ничего не сдам Привет, ребята, это Кринж Сандап Сегодня подпишем отстойный монолог в компании прекрасных комиков Самвел Геновян Да, здравствуй, Хет Ты вообще никаких аплодисментов решил Ну, респект никакой Самвел не заслужил Нет, он уже все Так это же и респект, и есть Ну, я понял Это вот очень-очень На максималках Сева Ловкачев Сева Ловкачев, да, вот так Да, меня зовут Хуга Это, конечно, да Попишем стрёмный стендап Потянем жребий, кому достанется Идет на открытый микрофон Рассказывает перед людьми, которые вообще ничего не подозревают А для вас, пацаны, инфа Пишем сначала темы И потом в них накидываем шутки Ага Готовы? Да, я готов Я так рад, что вообще Кто-то из нас может не выступить Это, то есть, вообще круто Это самое вкусное Сидеть, смотреть, как один из нас будет гибнуть Я буду накидывать так, как будто это не я буду говорить Именно так надо Иначе не будет весело Итак, какие есть темы, пацаны И что у вас там в стендапе Может быть, у вас уже есть свои там готовые моменты, которые вас раздражают Про вот это, что мы вам нормальные подарки Восьмого марта А вы нам двадцать третьего Вот что? Носки Носки? Да, носки, хватит дарить носки Носки дарят Я уже думаю, никто никому не дарит носки уже, нет? Еще как дарят Дарят, да? Да, да Тогда актуалочка Актуалочка А корпорат дождаться? А вот корпоратив? Корпоратив это что? Это вот когда Василий Михайлович превращается для тебя в Василий Михайлович? Да, да, чисто отыгрышей Василий Михайлович Вот это, знаете, еще сказать Вот это, которая шальная императрица Фу, блядь И выпил Ой, враг Вот это криш Да, хорошо Вот один живешь Да? Вот когда один живешь Один живешь Это вообще у тебя вот в душе вот, ну чисто Вот только туда баба приедет И вот эти свои баночки Везде баночки, баночки Волосы вот эти вот Я не понимаю Вы что, линяете? Понимаете? Ты не можешь остановиться, да? Вы сейчас подумаете, что я свой стендап рассказываю Готовый монолог Я сейчас вспомнил Восьмилетней давности шутку Да Для кринжа самое то Настоялось Значит, что я отец И я все считаю в памперсах Поэтому, когда ко мне подходит девушка в клубе И говорит Купи мне Космополитен Я говорю Так, семнадцать памперсов Ты не обосрешься, нет? Ой, я помню Я такой Сколько? Триста пятьдесят рублей Это семнадцать памперсов Семнадцать памперсов Ты не обосрешься, нет? И ты восемь лет молчал Где ты был восемь лет? Почему? Где ты был восемь лет? Вот когда восемь лет эту шутку назад Я добивал это просто Ты восемь лет Это записывается с дымом Вот так, как в мультиках Вот так я записываю Памперсы Вот так А вот это я во время секса разговариваю с девушкой Я вот не знаю всегда, что говорить во время секса Вот да, вот говоря Курьез произошел Да, да И думают о чем-то, чтобы не кончать долго О, это точно Дохлый енот сразу заезжает Сразу паркуется вот так на своей машине Рядом с дохлой бабушкой Да, да, да Паркуется рядом на машине и говорит Пустите меня в монолог Да, пустите меня в монолог срочно Пьяный подвигаться А подождите, а как мухи попадают в флаку Это как называется? От лампочек, как это называется? Плафон Плафон А мухи там как оказываются? Мухи в плафонах Слушай, это нормальный стендап Мухи в плафонах Это вообще не крипшу А диплом? Диплом не нужен же, вообще не побеждать Блядь Диплом зачем? Аплодируйте, кто работает по профессии Да, кто работает по профессии, все Женщина за рулем Оооо Где ты был 8 лет? Ехали Так, женщина за рулем А что она? И вот мы на заправку подъезжаем Я говорю, не с той стороны Она говорит, а какая разница? Я говорю, так, родная Она говорит, ты тоже частенько не с той стороны Вот такая, понял? Вот такое гадство будем говорить Это смешно В отдельную папку стендапа нормально Не с той стороны, да Я имею ввиду, что шланг не дотянется Она такая, у тебя как будто когда-то дотягивался А дети в этот момент сидят такие Что? Там собака сидит Она такая ЧЕГО? В этот момент теща звонит И в этот момент Теща звонит Говорит Что? Короче, поехали Пацаны, начало Вот выходим на сцену Как здороваемся? Ну вот худший вариант Худший вариант приветствия Что вы увидели вообще когда-нибудь Давай вот так выходим Выходим на сцену И такие Всем привет Ага Давай вот так Это хорошее начало Не, это все записывается Ты меня не переуговоришь Нет, нет, нет Есть чуть-чуть Это модернизировано Смотри, вот это Когда ты неосознанно Петуха поймал Тут видно, что ты специально А знаешь, когда ты От волнения у тебя Уверен раньше был А мы не отыграем А мы не отыграем Нет, когда Здравствуйте Вот это они такие ЧЕ, иди нахи Здравствуйте Да подождите Там шутки есть Все, иди Давай, стон А ну, подождь, как ты Как ты сделаешь, если ты будешь Ну, здравствуйте Блин, нормально Нет, нет, я говорю, стон Привет Ты не стонешь Ты просто Привет А ты? Здравствуйте Нет, нет Так же делаем Стон делаем, да? Простите, пожалуйста Другой смысл Здравствуйте Могу лучше Чего добавить? Чего добавить? Да, стоном Жестственности Здравствуйте Какое гадство Все, это подходит Дальше про город говорим Про маленький мы уже говорили Можно сказать, что я из такого бедного города Да, я из бедного города Да Я из бедного города Чтобы вы понимали, насколько город беден Ой, как я грамотно сказал Чтобы вы понимали, насколько это бедный город Да У нас вместо торгового комплекса В центре города бабка продает семечки Да И это мэр И это мэр И это мэр Знаете, из такого города, что из этого города невозможно уехать Он настолько бедный, что из него можно только уйти Потому что уехать не на чем Так дальше надо Вкусно поел Да А у нас такой бедный город, что у нас даже птицы не сручут Им нечем срать И они вот Они просто кричат вниз, говорят Говно, говно Типа Они просто кричат на нас говно Вот Причем это мать Причем это мать моя Вот так Просто тупо Всех птиц Типа это мать Обманка Вот такая Да Птицы не с русским Просто ты мастер Просто Просто туберкулез стендапа У меня самое хорошее отношение Я недавно был на корпоративе Знаете, когда уже доходит до того этапа Когда Как ты там говорил Когда вместо Василия Ивановича начальнику Она говорит Василий Иванович Вот это Да, да Бухгалтер, что знаете, еще которая На вечеринке на шпагат села Вот это вот шальная императрица Шальная императрица Когда уже глаза стеклянят Да, да Это прям слух Громко, четко в микрофон Да, корпоративы Все сходят с ума Я реально лаваю Всегда же есть вот этот тип Который лицом в салате спит Это Если бы было смешно Я бы это в стендапы забрал Не надо Не, не Я просто пытаюсь Разгонять Вот это женщины Скажите мне Вот это в душе волосы Вот вы собираете Вы зачем это делаете? А вот так можешь сказать Чтобы ебаная обманка была Я однажды вот так вот волосы достал А там моя бывшая Ну типа А там целиком Вот моя бывшая вылезла В сливе мы с ней познакомились Вообще Да А не как вы подумали В груши Что? Вот так, блять Да, я вот так ее достаю А там моя бывшая Я, кстати, в сливе с ней познакомился А не как вы подумали В груши Ну это надо по-шапеловски Отыгрывать еще микрофоном После этого Вот так бить Блин, надо эту фишку С микрофоном постоянно делать Чтоб это максимально было Гринжово На самом деле Стоп, стучай Это как Шапел Да, вот это вот Когда глупость сказал Как будто ты крутой кофе Да, да, да А я вот как считаю Что толстушки Это как вам Чтобы вы привести пример Толстушки Это как Вы знаете, когда вот В холодильнике уже Четыре дня Вот стоит борщ Да? Это вот такой Это еще Трахнуть его Трахнуть его Или нет Я ничего не имею против толстушек Всегда это говорить И какую-нибудь гадость про них Я ничего не имею Ну вот разве это Это же просто совпадение Или как Это можно назвать совпадением Но я от всех Подхватил хламидии От всех Да Вот я Это Может я их заразил Я не знаю Да, да Не, но меня хламидиями Не только толстушки заражали Я еще проститутку Недавно вот так Я записываю Все вас устраивает? Все нормально Слушай, нет Ты вообще тащишь Я просто Ты прямо понимаешь Я в какой-то момент Ловлю себя на том Что я пытаюсь Что-то нормальное придумать И у меня получается Не то, не то У меня получается Просто Я типа думаю Сейчас надо Или не смешно И получается Никак Вот так получается Я такой Да А толстушку Никогда кормить не надо После секса Она всегда сытая Она уже пожрала где-то Бля, извините Но это я точно запишу Блин, ты вообще машина Я недавно Слушай, это не комплимент Вообще никакой Скажите, пожалуйста У всех такое было Что к вам подходит Мать И говорит Слушай, сынок Я должна сказать правду Я по документам Двенадцать коров Хэтек Давай все-таки Какие-нибудь границы Проведем Я согласен Это у меня уже Плата поплавает Ты думаешь Это просто так Без последствий Блядь Придумывает Кришнедап Следующая сцена Тебя из метро Выгоняют В метро уже Такие вещи Нельзя говорить Да Можно сказать Что Недавно пытался Проституток снять Проститутку снять Звоню Говорю Че по деньгам Мне говорят Час пять тысяч Брат Я говорю Сестра Ты шлюхой стала Она говорит Ты что Это брат Вот так У нас просто Клиентоориентированность Да Может вот так Смотри Если мы говорим За кринж Мне кажется Максимально Кринжово Вот так сказать Я звоню Проститутке Спрашиваю Че по деньгам Она говорит Пять тысяч в час И просто сказать Пять тысяч Я за пять тысяч Могу неделю В хостеле жить У нас пятна Просто с ней Вот на ноге Совпадали Ну неродимые От спермы Да Я тоже был Вон вот так И я такой А-а-а Внутри себя сам Натыхал И такой А-а-а Да Вот так и надо сказать Наверное Что типа Она говорит Три пятьсот Брат И я такой Я должен был Сам догадаться Потому что у нас Совпадали с ней Пятна на ноге Только неродимый Да Ты нормально добился Спермы Да Мне выступать уже сегодня Я сомневаюсь Уже во всем Откуда мухи в плафонах Как они туда попадают Я просто включаю Там муха Ну вот как она там оказалась Они еще там В такой позе всегда Я вот свет включаю Они как будто бы Просто там У них вечеринка Они такие Мы мухи Я муха Они такие Мы мухи Мне хочется туда уменьшиться Подойти и сказать Вы че Эй Это мой плафон Это мой плафон Это мой плафон Они такие Но зная мух Вот зная мух Зная мух Они мне такие Бзи-бзи-бзи-бзи А я такой Я вообще не разговариваю На вашем тарабарском И хату я вам не сдаю Это только для славянских комаров Зная муху Мне кажется, если в лампочке не так жарко было, они бы и в лампочку как-нибудь попали. Я уже не удивлюсь, если я утром любимой в глаза посмотрю, а у нее в глазке мухи дохлые, вот в зрачке. Как вы туда... Я хочу вот... Почему мухи у Дудя нету? Я вот так боюсь телефон разблокировать, а у меня за экраном муха. У меня муха там. Единственное, где нет мухи, это у Дудя. Вот только Дудь муху не позвал. Вот это переход. Только у Дудя нету мухи. А может, слушай, для кринжа придумал, пацаны. Разъеб нахуй. Я бы не торопился. Нет, нет, сто процентов. Это будет разъеб, если даже не зайдет. Значит, откуда вообще мухи в плафонах? Как туда попадают? Я один раз, когда увидел, как много там мух, я подумал, зря я в плафон насрал. Класс. Ладно. Вообще насекомые смешные. Вот насекомые реально смешные. Вот они, вот комар, да? Ты его вот так бьешь, тишина. Через две секунды ты его опять бьешь, опять тишина. Через две секунды я вот недавно третий раз вот так ударил, и он мне уже на ухо говорит, ты меня так и будешь шлепать или присунешь уже? Это очень смешно. Я хочу с этим выступать. Да, я немного тоже. Вот так шлепил. Да. А улитки, конечно, молодцы, бля. Улитки чисто ментера. Вот улитки. Улитки чисто менты. Вот так вот, знаешь? Улитки менты, сороконожки, это чисто бухгалтера. А, у него много, он вот такой, он вот такой. Блядь, какое говно. Люди проснулись, вечером оделись, пришли на стендап, еды заказали, деньги потратили. А, нет, там же бесплатно. Вот, кстати, да. Бывает иногда зимой... Ну, это комики катают, там кто-то объясняет. Просто зимой ни с того ни с сего ты такой комар один. Ты вообще как здесь оказался? Ты как оказался? Ты с мухами заодно? Ты, может быть, муха? Так. Ну, и, конечно же, я очень быстро кончаю. Вот у меня проблема, я так быстро кончаю, очень быстро. У меня девушка из-за этого страдает, я очень быстро заканчиваю во время секса. И она мне говорит, ты можешь как-то помедленнее? А я стараюсь. Она страдает, потому что она меня не знает. Да, но она страдает не поэтому, она страдает, потому что мы незнакомы. Но это, блядь, по-моему, уже просто смешно, нет? Я не знаю, мы где. Сейчас проверю свой юмористический компас. Достану юмористический секстант, попытаюсь понять, мы где здесь. Может, вот этими избитыми ходами опять, когда я очень быстро кончаю, а потом сразу, знаешь, женщины, вот когда мужик быстро кончает, вы должны быть этому рады. Это значит, ему с вами хорошо. Да, у меня один в один был заход, кстати, продолжаю. Один в один был у меня такой. Ну как давно, ладно? Ну был давно, да. Ну за год, брат, ну... Нет, нет, даже не было такого. Это не у меня, это у всех было, да. Да, да. Так, ну давай, напоследок, у нас есть заход. Поаплодируйте, кто работает по профессии. Это, наверное, один из самых популярных вообще заходов. Кто работает по профессии. Диплом, конечно, не пригодился. Вот диплом... Один раз в жизни диплом пригодился, когда на работу устраивался. И больше никогда не пригодился. Вот. Лежит, пылится. Бля, ну это, мне кажется, записывается точно. Они мне такие вот на работу устраивались. Да, и один раз в жизни пригодился. Бля, ну это нормальный шуток. Ну а почему бы в конце нормальную не сказать? Если мы уже отравились там наверху 300 раз уже просто. Мне кажется, люди на ней не посмеются. Вот один раз, вот один раз вот пригодился, когда на работу устраивался. И больше никогда. Как дебил 5 лет проучился. Все, поехали, жеребий. Жеребий. Блин, я загоняю, что мы вообще мало написали. Ну если что, наимпровизировать может. Не, не, импровизация запрещена по закону. Ты должен двигаться только по рельсам. Кто достанет, ты себя спасать будешь. Ты будешь смешную хуйню говорить, потому что так мозг устроен. Он будет помогать. А мы так не работаем. Криншстендап так не устроен. Криншстендап, это в один конец билет нахуй. Итак, жеребий. Мы написали монолог, сейчас нужен Марик. Я просто не знаю, я каждый раз не могу Марика найти. Никто Марика не видел? Я здесь. Марик. Блин, Марик, ё-моё. Привет. Я быстро объясню. Давай. Смотрите, одна из зубочисток, помеченная красным, это кровь. Кто вытянет красный, тот идет выступать с этим на открытый микрофон. Я сейчас рандомно... А, мы не будем видеть, да? Ну да, к сожалению, так не получится. Давай не подсматривать, тянем по чесноту. Сев, какие эмоции перед дребием? Блин, ну трепет есть. Есть трепет, конечно. Ты расстроишься, если ты будешь выступать? Нет. Нет. Не расстроишься? Нет. Я хочу, чтобы Хеток не выступал. Хорошо. Потому что... Я тоже не хочу. Да, потому что уже... Я смотрел, ты много раз выступал. Я два раза выступал. Два раза выступал. и поверь, я больше не хочу. Блин, это вот та тема, когда, ой, будет весело, а потом такое вообще невесело. Не-не, после класс вообще, ты как будто на американских горках, но в момент невероятная блевотня. Ужасно. Ты себя так не чувствовал на сцене, поверь. Поехали. Так, все. Смотрите, давайте для драматизма не тянете сразу. А, я видел, ты пытался. Не-не-не, я же тяну последнее, они будут решать, я проиграл. Короче, да, не тянете сразу, просто зафиксируйте руку. Я беру, я беру вот эту, зафиксируйте. Я беру вот, которая установила. Ты бери свою, одновременно тянем, выбирай какую хочешь. Ага. Клянусь, не видел, я маленько. Хорошо. Давай. Раз, два, три. Кто? Ты? Я приду, посмотрю. Какой разъем. Позовете, а можно, у тебя плюсы будут на выступлении, можно прийти посмотреть. Мы с друзьями придем. Сев, реально можем поработать еще. Я это заслужил. Ну, хорошо. Не, смотри, ты очень профессионально на все дистанции себя вел. Ты знал, где, как надо делать плохо. Вот теперь возьми и подай это. А мы будем. Я расскажу. Я расскажу. Круто, блин, интересно, ну, давайте. Давай так, давайте тогда вот эти вот микрофоны бить. Я буду делать это. Я это буду делать. Увидимся на выступлении. Так круто, что я не выступаю. Я могу еще прийти, если надо. Ну вот мы и добрались до открытого микрофона. Пока особо ничего сказать не могу. Я в невероятном предвкушении от всего, что будет. Я очень благодарен. Хета Колиев, подписывайтесь на телеграм-канал. То, что пацаны приехали, посмотреть, Марик, ну, Марик всегда здесь. Ну, это я монтирую и вырезаю прямо сейчас. Там лютое дерьмо написано. Что? Лютое дерьмо там написано. Лютое. Лютое дерьмо. Кстати, я так не знаю, что за материал там написано. Я не знаю, я знаю, что лютое дерьмо. Он будет изгибать. Лютое дерьмо. Погода теплая. Просто говорю, что атмосферу передать. Пошли, пошли. Остальные сосуд песов. Сев, будет все хорошо. Мне очень нравится, что ты сильно трагичный, Сев. Это так и должно быть. Мне бы не хотелось, чтобы ты был счастлив. Лучший выпуск этого шоу, когда комик заплачет. Вот у нас такая... Когда последний раз делал перед выступлением вот так, чтобы я делал, и так... А я устал от этих самоуверенных уже. Типа, знаешь, в себе уверенные комики, которые такие, да, я расскажу, я выступлю. Вот ты очень правильно реагируешь. Я когда придумывал... Все равно будет провал, но я как будто пытаюсь подготовиться, чтобы был провал по-другому. Провал точно будет. Да. И ты никак не поможешь себе. Добро пожаловать в кринж стендап. Как ведущего зовут? Дима. Дима. А фамилия? Колыбелкин. Колыбелкин? Спасибо большое. Привет всем. Добро пожаловать на проверку материала в сезонах УМСК-место, где суперкрутые комики проверили на... Суперкрутые. Сейчас мы покажем суперкрутого комика. Все, еще один комик. Один комик. Так, все, ладно. Мы потихоньку пойдем садиться. А там готово все. О, хорошее. Самвел Кофьян! Супер! Дайте еще повернемся. Вау! Круто! Супер! Давайте сразу же максимально бурно встретим следующий комик на этой сцене Сева Ловкачук! У-у-у! Привет, ребят! Привет, 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 ребят! У-у-у! У-у-у! Пальцевать! Даю совет. Значит, мужики, как надо пальцевать? Три метода. Три метода. Рогатина, Спайдер-мен, новый русский. Знаете, до свадьбы у меня было много разных женщин. Была одна толстушка. Знаете, вот этих толстушек, они же как борщ. Давайте еще раз, не получилось. Знаете, этих толстушек, они же как борщ. Ночью заходишь, холодильник открываешь, и непонятно, скис он, или его можно трахнуть. Как больно. Да, одному жить круто, можно делать все, что угодно. Можно не мыть посуду, можно музыку слушать, можно пердеть в лифте. И самое главное, что крутое есть, когда ты живешь один, это нет нигде этих гребанных женских волос. Правильно я говорю? Ох уж эти гребаные женские волосы. Лезут отовсюду. Вот это вот, когда поднимаешь вот это вот, вот эти вот волосы, вот их вот поднимаешь, и там вот бывшая твоя. Мы так с ней, кстати, и познакомились, с моей бывшей, в сливе. А не, как вы подумали, в груши. Да, и когда до свадьбы, до свадьбы, я даже один раз чуть не снял проститутку, но, как говорится, чего в фикс-прайсе не найдешь. Я ей звоню и спрашиваю, сколько? Она такая, пять тысяч. Я такой, пять тысяч? Пять тысяч? Я за пять тысяч могу неделю в хостеле жить? Думаю, ну ладно. Ладно. Хорошо. А, да, я такой говорю, хорошо. Пять тысяч? Хорошо. Хорошо, я приеду. А она говорит, ну все, жду тебя, брат. И я такой, сестра. У них такой вот, ну, ориентированный, клиентоориентированный подход. Но у нас там просто пятна одинаковые были. У нее вот на ноге родимы, а у меня точно там же от спермы. Блядь. Это ты придумал. Да. Сейчас я уже женат, конечно. Недавно подъезжаем с женой к заправке. Я говорю, ты не с той стороны встала. А она говорит, ты, Сева, тоже часто не с той стороны. И сын такой, что? А собака такая, чего? Да. И теща такая, я же говорил, уходить от него надо было. Вот. Но это еще что? Спасибо, спасибо, спасибо. Мне тут сложно, знаете, мне тут сложно в Москве, потому что я из маленького города. Чтобы вы понимали, из какого маленького я города. Чтобы вы понимали, из какого маленького я города. У нас вместо торгового центра стоит просто бабка и семечки продает. И это мэр. Она и есть мэр. Он настолько маленький, настолько бедный, что птицы там, они в голуби летят, и они не срут, они просто вниз кричат «Говно!» «Говно!» А, да, и что бы хотелось сказать в конце. Да, в конце хотелось бы сказать некоторые свои соображения. Я заметил кое-что. У меня дома в плафоне мухи живут. И я думаю, откуда там мухи? Шарятся мухи везде в плафоне. Зачем? Ну, зря я туда насрал, конечно. Но непонятно. Мухи вообще... Замечали мух? Мухи вообще везде. Они внутри телефонов. Мухи уже дуют. Скоро уже у всех. Дудь же уже у всех взял интервью, кроме меня. Скоро там муха будет. Если комы вообще интересные, ребята, вот что я вам скажу. Улитки это чисто милиционеры. Тут даже обсуждать нечего. Гусеницы. Гусеницы это бухгалтера. По ним же видно. Они как будто бегут уже что-то писать там на своих машинах. А комары? А комары? Комары это вообще пиздец. Я недавно лежал, у меня комар вокруг летал. Я такой, он что-то nói «Бля, я шлеп». Он опять «бля, я шлеп». И он такой «Так ты меня будешь шлепать или уже потрахаемся наконец?» Спасибо большое, ребята. У меня на этом все. Имя полчаса нравится. Сева красавица. Погнали на ума. Сев. Да. Ну ты вообще. Да, вот. Молодец. Это вот честно. Ты профессионал. Я вообще не ожидал. Слышишь? Смотри в глаза, посмотри в глаза. Я тебе говорю, ты молодец. Обещаю, что тебе всегда так будешь выступать. Да, да, это было очень круто. Я ни одного своего выступления не видел, но вот это прям хорошее было. Знаешь, в чем прикол? Ты в моменте говоришь, и напоследок, и кто-то сзади. Слава богу. Наконец-то. Интересно, мне понравилось. Очищающий опыт. Я с середины реально начал кайфовать. В натуре? Да, да, да. Я бы еще выступал. Потому что уже скоро закончится. Да, да. Я такой, ну, ничего не может пойти не так. Я не могу сделать ситуацию хуже. Да, да, да. Я бы еще раз потянул с тобой. Что? Это вызов? Вы слышали? Это вызов? О, это можно будет увидеть уже в следующих выпусках Кришстендап. Все, ребята, это был Кришстендап, Сева Ловкачев, Самвел Геновян. Спасибо большое вам, что смотрите. Без вас этого шоу не было. Подписывайтесь на ребят в соцсетях и ходите на стендап. Ну, а мы погнали. Все, было круто, пацаны. Пошли, повесим где-нибудь. Где-нибудь. А может, мы в тот бар зайдем? Слушай, нормально. Мы там не поместимся. Я бы просто погулял. Все. А-а-а.